Добрый день! Добро пожаловать на площадку Овощного Города. Сегодня мы с вами поговорим о защите картофеля от сорняков. В течение нескольких лет на нашей площадке мы искали оптимальную схему защиты картофеля от сорняков, которая бы, с одной стороны, была бы высокоэффективной, и с другой стороны, не оказывала бы влияния на сам картофель. И мы нашли такую схему. Вон она. Дальше располагается за контролем. Что же позволяет нам сохранять высокую эффективность, при этом минимизировав воздействие на саму культуру? Все очень просто. Мы применяем обычные для картофеля гербициды, такие как боксер и гизогард, в разрешенных дозировках, но при этом разбиваем обработки на несколько раз. Например, здесь было проведено 3 обработки. Возможно, многие из вас знают, что не все сорта картофеля реагируют на гербициды одинаково. Есть чувствительные сорта, есть сорта, которые практически никак не реагируют на гербициды. Поэтому в этом году мы заложили наш опыт на разных сортах картофеля. В этом году у нас 39 сортов картофеля. В нашем опыте мы сравним две схемы защиты картофеля от сорняков. Кроме нашей оптимальной схемы присутствует еще одна схема защиты. Но кроме этого, есть еще один вариант, который кардинально отличается от остальных схем защиты. Я говорю о варианте, где не проводилось ни одной обработки. И нет, это не контроль. Это вариант с ручной пропалкой картофеля. На таком варианте мы полностью избегаем воздействия на картофель, как сорняков, так и гербицида. В течение сезона мы будем отслеживать, какие из сортов картофеля имеют признаки фитотоксичности от гербицидов. Это могут быть изменения окраски, разница в росте, некротические пятна, ожоги и прочие другие варианты проявления фитотоксичности. На данный момент не выявлено никаких различий по фитотоксичности между вариантом, где не применялись гербициды, и нашим оптимальным вариантом. Но по сравнению с другим вариантом, такие различия есть. В основном эти различия проявляются в небольшом изменении окраски, а также в разной высоте ботвы. Как правило, на обработанном участке высота ботвы ниже. В конце сезона мы сравним урожайность всех вариантов между собой и выясним, какое влияние на урожайность оказывают разные схемы защиты картофеля от сорняков. Увидимся с вами в будущих роликах. Удачи вам на ваших полях и до новых встреч!